День сотрудников отдела безопасности уголовно-исполнительной системы отмечают 15 декабря. Уже 25 лет они обеспечивают безопасность осужденных, персонала и иных лиц, находящихся на территории учреждений УИС. За правопорядком в подразделениях УИС Приморского края сегодня следят более 800 сотрудников отдела. Все подробности о нюансах этой работы мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Пьянков Алексей Александрович, начальник отдела безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю, подполковник внутренней службы. И Стадниченко Евгений Владимирович, старший инспектор отдела безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю, майор внутренней службы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что для начала следует рассказать, чем занимаются сотрудники отделов безопасности в уголовно-исполнительной системе. Некоторые вещи вы уже сказали. Мы занимаемся обеспечением безопасности как лиц, находящихся под стражей в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, а также обслуживающих персонал от данных исправительных учреждений. Основное направление — это обеспечение надзора за лицами, находящимися под стражей. То есть за их поведением, за их повседневной деятельностью, за требование с них определенных правил, выполнение правил внутреннего распорядка, соблюдение распорядка дня. Ну и практически обеспечиваем всю повседневную деятельность, вернее, жизнь, так сказать, осужденных, следственно арестованных и осужденных в колониях поселениях. — Отдел был создан в такое достаточно сложное для нашей страны время, это были 90-е годы. Не могли бы Вы немножечко истории рассказать о создании этого отдела? — Отделы безопасности были созданы на базах отделов режимов, они назывались именно так. Раньше было такое понятие, как оперативно-режимная часть. Потом произошло разделение между режимом и оперативными отделами. Время было действительно непростое. Данные отделы были созданы в 93-м году, это практически через два года после распада Советского Союза. Надо сделать акцент на то, что криминогенная обстановка в то время была очень сложная, как, так сказать, на свободе, так и в учреждениях, исполняющих наказание. — На первых этапах было работать очень тяжело, была проблема социального обеспечения сотрудников, то есть доходило до того, что бывало, что месяцами не платили зарплату. Люди выживали. В колонии, в следственные изоляторы шел огромный поток запрещенных предметов, колюще-режущих предметов, далее, там, наркотические средства, алкогольные продукции и так далее. Целью наведения порядка было принято решение создания отдела безопасности. — То есть, в принципе, время продиктовало, да, необходимость создания таких отделов? — Да, именно так, да. Вот. Что можно к тут добавить? Помимо этого, шла передача от внутренних войск, передача охранных функций непосредственно сотрудникам ОИС, тоже немаловажно, потому что, опять же, при развале огромного государства, охранные, то есть охранные периметры учреждения, осуществляли солдаты-срочники, которым, как бы, они не были, в принципе, заинтересованы в том, чтобы, ну, проще сказать, им было абсолютно неинтересно, что творилось внутри учреждений. Процветало вымогательство среди осужденных, процветало повальное употребление спиртных напитков, психотропных веществ, наркотических веществ. Далее в пенициарных системах, в исправительных учреждениях крутилось огромное количество денежных средств, поступающих, опять же, так называемые вопщики. Вот. — То есть полный беспорядок творился. — Да. То есть необходимо было как-то с этим бороться. И вот за вот этот период времени, в течение 25 лет, есть, конечно, у нас еще много проблем, но практически, фактически обстановка в учреждениях стабилизировалась, причем в процент, ну, так, в огромных масштабах, на самом деле. — Я думаю, что вы говорите, проблем много, но, конечно, это такая сфера деятельности, в которой проблем быть не может. Это, мне кажется, одна из сложнейших как раз работ, да, которые вы проделываете, сотрудники вашего отдела проделывают. И, конечно, как вы сказали, также хочу отметить, что, безусловно, все равно ситуация изменилась в лучшую сторону. Так вот, чем отличается работа ваших сотрудников сегодня, как строится ваш рабочий день? Могли бы вы нам чуть подробнее об этом рассказать? — Ну, рабочий день, как строится, согласно распорядка дня. То есть изначально производится развод личного состава на службу, расстановка по постам, по просчет осужденных, либо лиц, содержащихся под стражей. Ну, а дальше по распорядку дня. И работа ведется суточно, начиная от подъема и до отбоя. Вот, ну, подъем, зарядка, завтрак, проверка, вывод на работу, вот, обед, личное время, ужин. И так, повседневно. — Но вы постоянно находитесь на территории учреждения? — Да, сотрудники дежурных смен, отделов безопасности, постоянно находятся на территории учреждения. Вот. То есть они обеспечивают непосредственно порядок в учреждении, вот, по различным объектам, там, производственных, жилых помещений, там, помещений штрафных изоляторов, отрядов со строгими условиями наказания и так далее. Обеспечивают непосредственно безопасность, потому что это необходимо делать, учитывая то, что мы работаем далеко не в детском саду, работаем мы с людьми, оступившимися в свое время, и не раз оступившимися. Вот. Для пресечения, возникновения конфликтов, потому что мы живем в социуме, соответственно, как правильно выразиться, колония или тюрьма — это маленький мир. Который в свои законы, люди и живут. Как бы мы требуем, чтобы основная часть лиц, содержащихся под стражей, жили согласно законам Российской Федерации, но все равно существует иерархия в социуме. Никуда от этого не денешься. Вот. То есть сотрудник практически обеспечивает дело безопасности, обеспечивает внутреннюю безопасность как лиц, содержащихся под стражей, в первую очередь, так же и обслуживающего персонала. Врачей, учителей, которые работают в учреждениях, там, сотрудников производства, которых тоже немало, женского пола, потому что работают, как бы, всяких мастеров, учитывают, там, допустим, если взять швейное производство, работают технологи, женщины в основном. Медицина тоже самая женщина, ну и школа, соответственно, тоже женщина. Как-то так. Я думаю, что наши телезрители также помнят серию материалов летом, когда сотрудникам вашим как раз удалось предотвратить нарушения, это довольно серьезные, в колониях. Это была прям серия, да, такая, насколько я помню, все они достаточно быстро, близко по времени произошли, эти случаи, когда история с квадрокоптером, запрещенные вещества, да, пытались пронести, то есть не могли бы вы вот эти примеры рассказать, что ухищрения различные встречаются, я так понимаю. Дело в том, что, допустим, если брать период 90-х годов, я пришел работать в 98-м году в следственный изолятор младшим инспектором, тогда, допустим, подследственные, либо осужденные передавали в основном запрещенные предметы либо через посылки и передачи, либо через помощь переброса через основное ограждение, это вот я работал в первом изоляторе номер один, это в основном со стороны улицы Нерчинской. Вот, ну опять же, как прогресс не стоит на месте, соответственно, наши подопечные, опять же... Новые ухищрения появляются. Думают новые ухищрения. С использованием так называемых беспилотных летающих аппаратов, детских, там, так сказать, вертолетов, также используют спортивные арбалеты для переброса через основное ограждение на режимную территорию справедливых учреждений. Ну, это ведь обнаруживается, я так понимаю, посредством досмотров постоянных, правильно? Ну, основное, да. Но, как бы, все равно, возвращаемся к старому, не исключены случаи проникновения запрещенных предметов на режимную территорию через передачи, через посылки, через граждан. Далее, опять же, не исключено, как бы, попадание запрещенных предметов через входящий автотранспорт, который приходит, там, на производство, на, там, доставку продуктов и так далее. Вот. В общем, все равно находятся те, кто придумывает все новые и новые способы, а вы, в свою очередь, находите возможность это предотвратить. Этому противостоять, да. Да, вот именно работа, одна из главных направлений работы отдела безопасности, это изъятие из оборота, вернее, изъятие из учреждений, из запрещенных предметов. Потому что, первое, допустим, алкоголь, если взять, то нет ничего страшнее, чем, так сказать, пьяный, осужденный, который, из-за этого возникают конфликты, из-за этого потом, не дай бог, происходят возможные различные противоправные действия, как между собой, так же в отношении обслуживающего персонала из правительных учреждений. Вот. И вот мы как раз стоим на страже того, чтобы противостоять. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. По звонку подготовленный сотрудник исполняет четко заданные инструкции. Пусть сейчас ситуация и учебная, штат лечебно-исправительного учреждения номер 23 готов в любой момент к любым непредвиденным действиям со стороны заключенных. Как говорят сами работники отдела безопасности тюрьмы, в предстоящие праздники нужно быть особенно бдительным. Очень такая планомерная, трудоемкая работа. То есть на протяжении 10 месяцев 2017 года личным составом отдела безопасности, главного управления, изъято большое количество запрещенных предметов. Так у нас в спиртосодержащей жидкости изъято более 300 литров. Наркотических и психотропных веществ изъято более 700 грамм. К слову, в этом году отделом безопасности уголовно-исполнительной системы России исполнилось 25 лет. За это время режимные объекты, предназначенные для отбывания наказаний, обзавелись высокотехнологичными системами видеонаблюдения и контроля. Каждый вход и выход оборудован устройствами идентификации личности BioSmart, кстати, российского производства. При выводе осужденного на работы в производственную зону из жилой зоны он проходит через стационарный металлодетектор. Его отпечаток пальца сканируется системой идентификации личности BioSmart и после этого он уже проходит непосредственно в производственную зону для производства работ. Кроме того, операторы и диспетчеры круглосуточно наблюдают за периметром зоны с экрана компьютера. Ну а чтобы свести возможный негативный человеческий фактор к минимуму, при штате учреждения есть отряд кинологов. Конкретно эта собака по кличке Фемида занимается поиском схронов и запрещенных веществ по всей территории ЛИУ-23. Впрочем, иногда особо изощренные друзья по ту сторону забора вытворяют новые трюки. Осужденные пытаются создать себе какие-то блага. То есть весь этот спецконтингент, который находится на территории учреждения, постоянно, то есть и периодически пытаются эти запрещенные предметы каким-то образом себе доставить. Но с помощью наших умелых действий это все притекается, вовремя выявляется и изымается. Передать запрещенные вещества и предметы при существующей системе проверки практически невозможно. В специальном окошке сотрудник ВСИН принимает и тщательно исследует каждый пакет, обертку или сверток. Даже сигареты могут разломать и перетереть в порошок, если они вызовут у профессионала. Уж поверьте, видавшего всякое, хоть какое-то подозрение. В медицинском блоке учреждения работает исключительно женский коллектив, но и здесь уровень безопасности запредельный. В кабинете врача всегда имеется тревожная кнопка, по которой в помещение тут же ворвется подготовленный оперативник и устранит нарушение режимного регламента. Несмотря на всю строгость, не стоит забывать, что здесь работают люди, многие из которых отдали значительную часть жизни службе исполнения наказаний. И в предпраздничные дни именно на них лежит особенная ответственность обеспечить в конечном счете нашу с вами безопасность. А мы продолжаем наш разговор. Давайте, наверное, расскажем о технических средствах, которые ваши сотрудники используют в повседневной деятельности. Значит, стоит начать с того, что на территории наших подвездочных учреждений установлено ряд таких новшеств, как говорится, как уже сказал Алексей Александрович. Раньше это, как говорится, запрещенные предметы доставляли в колонию там булки, хлеба, в каблуке, там еще там в чем-то. То есть сейчас это все намного современнее стало. То есть опять же, если вернуться к тому же примеру с квадрокоптером, то можно отметить то, что в результате чего, то есть вот эти два гражданина, которые находились, получается, за основным ограждением на территории заброшенного склада с крыши, они пытались управлять этим беспилотно-летательным аппаратом и пытались доставить, еще раз повторюсь, ну порядка где-то литра два-полтора спиртосодержащей жидкости. Но в результате, то есть ввиду опытных действий нашего видеооператора ИК-29, то есть эти запрещенные предметы не были доставлены. То есть дежурная смена вовремя от реагирового караул выдвинулись, но опять же стоит упомянуть, что паротехнические средства, это наши, как говорится, помощники верные. И то есть без них нам бы очень было тяжело. И с помощью купольной камеры, которая имеет, то есть способ захвата территории, не только, то есть жилой, производственной зоны, но еще и прилегающей учреждении территории, да. И то есть, опять же повторюсь, оператор это все своевременно вывел, доложил, и в результате буквально там минут десяти двое граждан были задержаны и переданы местной ОВД. То есть на каждое такое ухищрение у вас найдется свой метод работы, и также и техническое оснащение присутствует, и я так понимаю, что в отделе присутствуют люди, да, разнопрофильные, если, наверное, так можно выразиться, да, то есть кто-то за техническим оснащением следит, я правильно понимаю? Или как? Как это происходит? На самом деле мы специалисты широкого профиля, то есть каждый человек, каждый сотрудник, каждый сотрудник в отделе обладает определенными навыками для работы с техническими средствами, как средства обнаружения, как средства визуального контроля, как средства металлодетекторы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом, опять же, исключить человеческий фактор невозможно, потому что средства средствами, допустим, одно дело видеть, а другое дело предотвратить, потому что есть такие ситуации были, я, конечно, не хочу, чтобы они были на самом деле, но они, это, все равно, эта жизнь, это невозможно от этого уйти, вот, увидеть, это одно дело увидеть, монитор, дать команду, но техническое средство не поможет предотвратить какое-либо противоправное деяние, также какие-нибудь там суицидальные намеренности спецконтингента, вплоть до захвата заложников, соответственно, без нашей службы внутренний порядок и обеспечение безопасности как лица, державшихся под стражей, так и лица, отплуживающих персонала, просто невозможен. Конкретный пример это страны третьего мира, у них существует, я не буду называть конкретно какие, существует только внешняя охрана, а все остальные лица находятся внутри учреждения и живут так, как они хотят. Соответственно, происходит и убийство, и вымогательство, и большой процент суицидов и многое, многое, многое. И потом, мне кажется, стоит опять же подчеркнуть, что безопасность персонала на территориях тоже очень важна, потому что действительно опасный контингент. Я повторюсь, то, что работает очень много женщин, особенно это медицинские части. Как показывает практика прошлых лет, 90-х годов, основная масса по стране захватов заложников происходила именно медицинских частей. Это пример, там, следственный изолятор Кресты, город Санкт-Петербург, ну, еще много, там, можно вспомнить примеров, но я думаю, это не столь интересно. Опять же, если не грамотно, если была, если грамотная сложность действий дежурных смен, то практически в 95% случаев предотвратить какое-либо противоправное деяние вполне реально. А у вас есть какая-то статистика по, например, 2017 году? Могли бы ее озвучить? Статистика, конечно же, есть, они и стоят говорить, то есть, как бы, можем говорить, то есть, по состоянию зачетный период 2017 года, ввиду умелых действий, конечно, опять же, сотрудников отдела безопасности, при помощи технических средств было изъято на путях доставки, это более 300 литров спиртосодержащей жидкости, более 700 единиц сотовой связи, комплектующих к ним, и также более 800 это наркотические средства психотропных. Это вот статистика, которая на сегодняшний день составляет. Я предлагаю, наверное, в конце программы поздравить сотрудников, все-таки, это профессиональный праздник, и, как мы сказали выше, без вашей работы, без отдела безопасности, наверное, дела бы не обстояли хорошо, да, в учреждениях, потому что, действительно, это очень опасные места, и хорошо, что появился этот отдел, пусть и не в самые легкие времена, но, тем не менее, сегодня он обеспечивает безопасность у ИСы. Давайте, наверное, все-таки поздравим всех с профессиональным праздником. Значит, уважаемые наши ветераны, сотрудники отдела безопасности, поздравляю вас с наступающим 25-летием отдела безопасности. Что хотелось бы пожелать, это терпение в нелегком нашем труде, поддержки от ваших семей, любви, потому что, как говорится, без поддержки наших критцев вторых половин нам очень тяжело в чем-то где-то принимать, какие-то решения, но, тем не менее, здоровья вам, успехов, чтобы все ваши начинания были успешными, успешными, можно так сказать. У меня все. Ну, я перейду конкретно на конкретных людей. Я хочу поздравить наших ветеранов, которые стояли на истоках создания отдела безопасности. Это Мушаков Андрей Жанович, это Воронко Евгений Владимирович, это Макрушин Николай Николаевич, это много еще людей, просто я сейчас... Всех не перечислишь, конечно. Как бы так. С наступающим 25-летием организация отдела безопасности. Ну, непосредственно весь личный состав Приморского управления исполнения наказаний. С наступающим праздником. Я тоже, в свою очередь, хочу от лица наших телезрителей, от 8-го канала поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо за вашу серьезную, сложнейшую работу. Спасибо, что обеспечиваете безопасность граждан. С праздником вас. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова